О чем мы будем сегодня говорить? Прежде всего, мы повторим с вами времена. Tenses. Поговорим про существительные и употребление определенного и неопределенного артикля. Nouns and articles. Вспомним, что такое указательные местоимения. Demonstratives. This, that. These, those. Вспомним, что такое указатели множества. Такие местоимения, как Some, Any, No. Every, Each A Lot, Of Much, Many A Few, Few A Little Little Сделаем задание по аудированию по следующим двум темам. My favorite room. What's cooking? И перейдем к упражнениям по разобранным темам. Приступим. Первая тема. Tenses. Present simple and present continuous. Перед тем, как мы начнем разбирать, что у нас представлено на слайде, давайте вспомним про время present simple, как оно у нас образуется. Итак, как вы знаем, present simple совпадает с формой инфинитива без частицы to во всех лицах, кроме третьего лица единственного числа, принимающего окончания s и s. Например, he works, she works, it works. Вопросительная форма образуется с помощью вспомогательного глагола do в настоящем времени. В третьем лице единственном числе мы используем does. Отрицание строится при помощи вспомогательного глагола do, does и частицы not. Don't, doesn't. Итак, мы используем present simple для постоянных ситуаций и для вещей, являющихся общеизвестными. Например, жирафы живут в Африке, у них очень длинные ноги и шея. Зимой дожди идут чаще. Птицы не поют по ночам. Живут ли женщины дольше мужчин? We also use the present simple for habits, things that happen regularly with verbs that describe current states and in informal reports or instructions. For example, I bite my nails. Does he usually wear white socks with black shoes? They play bingo on Monday nights. Her parents go to Mallorca every summer. She loves chocolate. They don't believe us. It says her strike is over. You go to the end and turn left. Мы можем использовать present simple для привычек, вещей, которые происходят регулярно, а также с глаголами, которые описывают текущее состояние или используются в неформальных отчетах и инструкциях. Я грызу мои ногти. Или он всегда носит белые носки с черной обувью. Они играют в бинго по понедельникам ночью. Ее родители уезжают на Майорку каждое лето. Она любит шоколад. Они не верят им. Здесь сказано, что забастовка закончена. Идите до конца и поверните налево. When we perform an action by speaking, for example, when we promise to do something, we usually use the present simple, not the present continuous. For example, I accept the decision. I promise to be more careful. Other verbs used like this include admit, apologize, bet, deny, insist, regret. We use the present continuous for actions in progress or to talk about being in the middle of an activity. Hi, I'm calling to let you know I'm coming, but it's snowing and the traffic is moving slowly. Когда мы совершаем действия, например, когда мы обещаем что-то сделать, мы обычно используем время present simple, но не present continuous. Например, я принимаю их решение. Или я обещаю быть более осторожным. Следующие глаголы используются также во времени present simple. Например, admit, признавать, apologize, извинять, bet, спорить, deny, отрицать, insist, настаивать, regret, сожалеть. Мы используем время present continuous, когда происходит действие в момент речи, в настоящий период времени. Present continuous у нас образуется с помощью глагола to be, выраженной формами am, is, are, и глагол с окончанием, инговым окончанием. Мы используем present continuous для текущих действий или когда говорим о каком-то действии в середине деятельности. Например, Привет, я звоню, чтобы сообщить вам, что приеду, но идет снег, движение идет медленно. Отметим, что у каждого времени есть свои указатели времени. Например, для present simple есть следующие указатели времени. То есть, как правило, это наречие о частотности. Для present continuous у нас указатели времени. Now, at this moment, still и так далее. Далее, следующий слайд. We can describe current situations as permanent with a present simple, or as temporary with a present continuous. For example, My brother Alan lives in London and works for a magazine. He writes about economics. Or, My sister Fiona is living with Alan just now. She isn't working yet. She is looking for a job. We can use be and have in the present simple for a typical situation or state. And in the present continuous, for a temporary or special situation. Wendy is normally a quiet person. She has a gentle voice. Wendy is being wild tonight. She is having a graduation party. Мы можем описать текущие ситуации как постоянные временем present simple. А временные действия передаются при помощи времени present continuous. Например, Девятый пример. Мой брат Alan живет в Лондоне и работает в журнале. Он пишет об экономике. Десятый пример. Моя сестра Фиона сейчас живет с Алланом. Она еще не работает. Она ищет работу. То есть, в девятом примере мы говорим о том, что просто человек там живет регулярно и постоянное действие работает. В десятом же примере мы говорим то, что происходит на данный момент. В настоящий период времени. Далее, мы можем использовать глаголы be and have в present simple для типичных ситуаций, состояний. В то время как present continuous используется для временных особых ситуаций. Одиннадцатый пример. Обычно Венди очень тихая. У нее очень нежный голос. Двенадцатый пример. Венди ведет себя буйно, безумно. Она устраивает выпускной сегодня. В одиннадцатом примере. То есть, она тихий человек всегда. В двенадцатом она в данной ситуации такая. Это связано с выпускным. Далее. Прежде чем мы перейдем к следующим двум темам. Present perfect и present perfect continuous. Давайте подведем итоги, что мы можем сказать про present simple и present continuous. Отметим. Present simple – это обычное постоянное действие. Present simple мы используем, когда у нас общеизвестная истина. Present simple мы можем использовать вместо present continuous для действий, которые происходят в момент речи, но выражены глаголами чувств. Например, I see what you mean. Также мы можем использовать present simple вместо future simple для выражения будущего времени в предаточном времени, условия, уступки, после союзов if, when, after, till, as soon as, and so on. Также мы можем использовать present simple вместо future simple для выражения будущих действий согласно плану, расписанию, выраженными глаголами движения. Это мы забегаем вперед по теме будущего времени. Далее. Present continuous кратко используем, когда говорим о действии, которые происходят в момент речи, о действии, которые происходят в настоящий период времени, о действии, которые обязательно осуществятся в ближайшем будущем согласно решению, намерению, плану. И мы можем использовать также present continuous для эмоционального усиления обычного действия с такими наречиями, как always, constantly. Например, ты постоянно ворчишь на меня. She is always complaining. И так далее. Самое основное. Далее. Переходим к теме present perfect и present perfect continuous. Present perfect, как мы знаем, у нас образуются формами. Have, has и глагол в третьей форме. Основное, что нам нужно знать, что present perfect описывает действия, свершившиеся к моменту речи и давшие результат. Есть указатели времени, такие как ever, never, just already, yet, lately, recently и так далее. Present perfect continuous у нас образуется have, has, глагол plus been, plus ing, глагол с инговым окончанием. Мы используем данное время, когда мы описываем действия, начавшиеся в прошлом и продолжавшиеся до момента речи или всё ещё, которая длится. Обратимся к информации, представленной на слайде. We use the present perfect to talk about or describe an action or situation started in the past, which connects to the present. When we mean at any point up to now and with state verbs. For example, how long have you worked here? I've worked here since nineteen ninety-nine to seven. This is the best coffee I have ever tasted. I have no Tony for about five years. Итак, мы используем present perfect, когда мы говорим, когда мы описываем действия или ситуацию, начавшуюся в прошлом, которая связана с настоящим, которая, когда мы имеем в виду, любой момент до настоящего времени. Present perfect у нас может использоваться со статичными глаголами. Переведём несколько примеров. Как долго ты работаешь здесь? Я работаю здесь с 1997 года. Четырнадцатый пример. Это лучшая кофе, которую я когда-либо пробовал. И пятнадцатый пример. Я знаю Тома около пяти лет. Следующий слайд. Переведём информацию на слайде. Present perfect continuous мы используем, когда мы говорим о деятельности, которая продолжается до настоящего времени, или когда спрашиваем или описываем действия, которые продолжаются в течение периода времени до настоящего. Например, Они ремонтировали нашу улицу, и это вызвало много проблем. Семнадцатый пример. Вы долго ждали меня? Я сижу здесь час. Далее. Итак, мы используем present perfect continuous, когда мы описываем что-то, как если бы это было непрерывным действием до настоящего времени. Восемнадцатый пример. И present perfect, когда описываем ряд отдельных действий. Например, Он уже звонил тебе. Или Последнее время часто идёт дождь. Девятнадцатый пример. Он звонил четыре раза и каждый раз спрашивал о тебе. Далее. Мы можем описать действия, как процесс, идущий от более раннего действия до настоящего. Мы будем использовать время present perfect continuous. Двадцатый пример. Или мы можем говорить о настоящем результате более раннего действия. Тогда это будет время present perfect. Двадцать первый пример. Переведём двадцатый. Мы уже давно ждём куриный суп. Вот почему на кухне так жарко и душно. Двадцать первый. Мы приготовили куриный суп. Это то, что все едят. Не хотите? Далее. Далее мы переходим к прошедшему времени. Past simple and past continuous. Прежде чем мы будем читать информацию со слайда, давайте вспомним, как образуется время past simple. Past simple образуется с помощью добавления окончания "-ed", к основной форме глагола. Либо же, если глагол неправильный, мы используем вторую форму. Вспомогательный глагол для вопросов и для построения отрицательных ответов у нас будет глагол do в прошедшем времени, то есть форма did. Время past simple у нас обычно используется для обычного действия в прошлом, для ряда последовательных действий в прошлом. Указатели времени. Yesterday, last week, ago, during the war, and so on. In 1991. Yeah, that's all. Итак, прочтем информацию со слайдом. We used the past simple for completed actions in the past and past states. Dickens wrote Oliver Twist. Edison invented the light bulb. The Beatles sang yesterday. Or, life seemed easier than. That ring belonged to my mother. We used the past simple for two or more past actions in sequence, especially in narrative. For example, I tripped and landed on my knees. Or, he knocked her down, grabbed her purse, and ran off. Or, he took off his hat and came forward. The floorboards cracked under his boots. To talk about habits in the past or to make a stronger contrast with the present, we can use the form used to. Negative is didn't used to, or more formally, used not to. We can also use would to. to talk about typical actions or activities during a period in the past. For example, there used to be a shop on the corner. Or, he used to smoke a lot. Didn't they used to hang people? Or, we didn't used to have a car. Or, they used not to be enemies. Or, in summer we would take trips to the country. We would sometimes buy fresh strawberries. Итак, мы используем настоящее простое past simple для завершенных действий в прошлом. Либо для прошлых состояний. Например, Диккенс написал Оливера Твиста. Или, Эдисон изобрел электрическую лампочку. Далее, второй пример. Тогда жизнь казалась легче. Или, это кольцо принадлежало моей матери. Далее, мы можем использовать past simple для двух и более действий в прошлом в последовательности действия. Как правило, используем в описании. Например, Я споткнулся и упал на мои колени. Или, Он сбил ее с ног и схватил кошелек и убежал. Или, Он снял шляпу и вышел вперед. Далее, мы можем говорить о наших привычках в прошлом в противовес тому, что происходит в настоящем времени. Для этого мы можем использовать конструкцию used to, то есть, которая у нас используется для наших прошлых привычек, которые сейчас у нас уже не происходят. Например, у нас есть пример. Раньше на углу был магазин, то есть, сейчас его нет. Или, He used to smoke a lot. Раньше он много курил, то есть, сейчас он не курит. Отрицательная форма для конструкции used to является didn't used to и used not to. Также мы можем отметить, что есть и форма would, которая тоже используется, когда мы говорим о типичных действиях или ситуациях в прошлом. Например, летом мы ездили за город, иногда покупали свежую клубинку. Далее. Past and past perfect. We used the past continuous to describe actions in progress at a specific time in the past. For example, What were you doing at 8.30 last night? I wasn't doing anything special, I was just reading. Or, During the 18-19s, many people were leaving the south and moving to the north to look for work. Or, We can use the past continuous with some verbs wonder, hope to make a request more polite. We can use the past simple when we want to describe a past activity as a series of separate actions. And the past continuous to describe the past activity as if it is a continuous action. In many cases, the past simple and past continuous can be used interchangeably. For example, usually she went to the library about once a week and only studied occasionally for tests. Or, Before the final exam, however, she was going to the library and studying every single day. Итак, прежде чем мы обратимся к информации на слайде, давайте вспомним, как образуется время в past continuous. Past continuous у нас образуются words were и глагол с сингловым окончанием. Мы используем past continuous для длительных действий, происходивших в определенный момент в прошлом. Также мы используем past continuous для действий, происходивших в период времени в прошлом и для эмоциональной окраски обычного действия. Обратимся к информации на слайде. Мы используем past continuous, когда мы описываем действия в процессе конкретного времени в прошлом. Что ты делал в 8.30 прошлой ночью? Я ничего не делал. Я читал. Или мы можем использовать past continuous с некоторыми глаголами, такими как wonder удивляться и hope надеяться, чтобы сделать нашу просьбу более вежливой. Например, я все думал, когда же я смогу поговорить с тобой? Или мы надеялись, что у вас найдется свободная минутка. Также мы можем использовать время past simple, когда мы хотим описать прошлое действие или процесс конкретных прошлых действий. Или мы используем past continuous, когда описываем прошлую ситуацию, которая продолжается. Во многих случаях past simple и past continuous являются взаимозаменяемыми. Далее. In sentences with when and while clauses, we can use the past continuous to describe an activity in one clause that starts before an action in another clause. The activity that starts later may interrupt the first activity. For example, while he was driving, I fell asleep. Or, we saw Henry while we were walking in the park. Or, I was listening to the news when she phoned. When I was running, I slipped and fell. Note the difference between when she came back, we were watching TV. We were watching before she came back. And when she came back, we watched TV. So, we watched after she came back. Итак, в предложениях с when и while мы можем использовать past continuous, когда мы описываем в одном предложении, когда действие началось, то действие в другом предложении. Действие, начавшееся позже, может быть прервано первым действием. Например, пока он вел машину, я заснул. Или, мы видели Генри, когда гуляли в парке. Двенадцатый пример. Я слушал новости, когда она позвонила. Или, когда я бежал, я поскользнулся и упал. Отметим разницу между двумя предложениями. Первое. Когда она вернулась, мы смотрели телевизор. То есть, мы смотрели до того, как она вернулась. Или, когда она вернулась, мы смотрели. То есть, мы смотрели после того, как она вернулась. Далее. We use the past perfect when we are describing an action with a past simple and we want to refer to an action further in the past. We also use the past perfect for early events after closes with reporting or thinking words in the past. We went to his office, but he had left or Susan didn't have the money because she had spent it or I thought we had won. We use the past perfect continuous for events in progress before another event in the past. For example, I had been thinking about that before you mentioned it. State verbs are not used in this way. We can describe an action as a process going on before a past event. It's past perfect continuous. And we can also describe it as a result of an action before a past event. Past perfect. We had been making chicken soup so the chicken so the kitchen was still hot and steamy when she came in. We had made chicken soup and so we offered her some when she came in. We can use the past perfect when we описываем действия or want to get to on the дальнейшее действие in the past. We also can use the past perfect for the past events after the предложения with the глаголами передающими чужую речь and глаголами выражающими мнение. Например, we пошли к нему в кабинет но он уже ушел или у Сьюзен не было денег она их уже потратила 14 пример Джо сказал мне что наша команда забила или я думал что мы победили мы можем использовать past perfect continuous для вещей для событий случаев в процессе до другого действия в прошлом например я думала об этом еще до того как вы упомянули про это статичные глаголы не используются как правило в данном времени мы можем описывать действия как процесс происходивший перед прошлым событием для этого мы будем использовать время past perfect continuous если мы можем мы можем также описать как результат действий перед прошлым событием для этого мы будем использовать время past perfect например мы готовили куриный суп поэтому когда она вошла на кухне было еще жарко и душно или семнадцатый пример мы сварим мы сварим суп куриный мы сварили суп куриный и поэтому предложили ей немного когда она вошла итак основное что нам нужно запомнить past perfect у нас образуется had и глагол в третьей форме и past perfect самое главное это у нас действия совершившиеся до определенного момента или другого действия в прошлом по past perfect continuous нужно отметить что образуется had been и глагол сингловым окончанием и используется когда мы описываем действия начавшиеся до указанного момента в прошлом и продолжавшиеся до этого момента далее we use the present perfect when we think a situation has not ended and the past simple when we think the situation ended for example I have lived in London for a year for she has known him since school the next is I lived in London for a year she knew him in school the next we use the present perfect with time expressions for a period up to now lately so far we use the past simple with time expressions for a period that ended early last night yesterday for example have you seen any good films lately so far the new teacher hasn't given us any homework did you see that film last night I didn't do the homework yesterday we use the present perfect when we are talking about actions up to the present which might happen again and the past simple for actions which do not think will happen again he has written two bestsellers and we hope his text next book will do well or she wrote several books of poetry in the last years of her life Итак разница между present perfect и past simple переведем информацию на слайде Итак past perfect мы можем использовать время present perfect когда мы говорим о ситуации которая не закончилась и можем использовать past simple о ситуации когда она закончилась Итак present perfect ситуация не закончилась past simple ситуация закончилась Например первое Я уже год живу в Лондоне Я уже год живу в Лондоне То есть я до сих пор еще там живу Второй пример I lived in London for a year Я жил в Лондоне Я жил и сейчас они живу Далее мы используем present perfect с указателями времени для выражения периода до настоящего времени Например lately недавно и so far до сих пор Мы используем время past simple с указателями и времени указывающими на то что действие завершилось ранее last night прошлой ночи yesterday вчера Например Третий пример Видели ли вы в последнее время какие-нибудь хорошие фильмы или до сих пор новый учитель не давал нам никаких домашних заданий Далее Четвертый пример Ты видел фильм прошлой ночи Я не делал домашние задания вчера Далее Мы можем использовать время present perfect когда мы говорим о настоящем которое может произойти снова Пятый пример И past simple мы используем когда говорим про действия как мы думаем которые не повторятся Например Он написал два бестселлера и мы надеялись что его следующая книга будет иметь успех Шестой пример В последние годы своей жизни она написала несколько стихов Далее In clauses Итак В предложениях которые начинаются у нас after as soon as when мы можем использовать время present perfect для завершенных действий в будущем Или мы можем использовать в то время мы можем использовать past simple наоборот для завершенных действий в прошлом Итак седьмой пример После того как он сделает свои копии я сделаю свои то есть он еще не сделал Восьмой пример Как только он сделал свои копии я сделал свои Далее Следующая тема past perfect и past simple When we are talking about actions in the past with the past simple and we want to refer to actions even further in the past we used the past perfect Jenny Fisher won her first gold medal in 2004 She had won two silver medals in previous Olympics but this was her first gold With past simple arrived in event clause we used the past perfect in the main clause for an early action and the past simple for a late action When he arrived in the morning he had started work or When he arrived in the morning we started work In conditionals we used the past perfect for something that didn't happen and the past simple for something that might happen We usually used the past perfect not to the past simple with some adverbs already just still For example an ambulance came quickly but the crash victim had already died or the book still hadn't arrived when I left So when talk about действия in прошлом it will use past simple If we want to move on действия еще дальше в прошлом we will use past perfect далее в предложениях с when мы используем past perfect в главном предложении для более ранних действий и past simple для более поздних действий например когда он пришел утром мы уже приступили к работе или третий пример когда он приехал утром мы начали работать далее в условных предложениях мы можем использовать past perfect для того что не случится и можем использовать past simple для того что возможно случится например если бы ты пришел то мог бы остаться с нами или если бы знал непременно помог бы тебе пятый пример если бы вы пришли то могли бы остаться с нами или если бы я увидел что кто-то делает это я конечно попытался остановить мы обычно используем время past perfect но не past simple с следующими наречиями already just still например скорая приехала быстро но жертва аварии уже умерла далее переходим к будущему времени future future simple у нас образуется will плюс глагол в инфинитиве future simple мы используем как факт обычное действие в будущем формы will and shall there is no single form used as the future tense we can use will plus the base form of a verb to give or ask for information about the future and to talk about possible future actions when we make promises requests or threats we usually use contractive forms after pronouns or ill negatives unless we are being formal or emphatic will help you clean up or I won't tell anyone we can use shall with I or we to express determination or in questions to make offers or suggestions for example we will forgive but we shall never forget in American English will and want are used with I and we Итак мы можем использовать форму will после которой мы будем использовать в будущем или же мы можем использовать форму will когда мы говорим о возможных будущих действиях когда мы обещаем выполняем у нас есть просьба либо угроза мы можем использовать и сокращенную форму от will и отрицание будет want например первый пример мы поможем вам убрать второй пример Рождество будет в пятницу мы можем использовать форму shall с местоимениями I и we я и мы чтобы выразить решимость или в вопросах чтобы сделать предложение или предположение например мы простим но никогда не забудем далее future continuous future perfect and future perfect continuous future continuous у нас образуется will be и глагол с импровым окончанием future continuous используем действие которое произойдет в определенный момент в будущем future perfect will have и третья форма то есть действие которое завершится к определенному моменту в будущем и future perfect continuous у нас будет will have been и импровое окончание действие которое к определенному моменту в будущем будет длиться в течение определенного отрезка времени обратимся к информации на слайде мы можем использовать will will plus have plus past participle is future perfect to say that something will be completed by a particular time and we use will plus have been plus present participle when we look ahead to a future time and imagine an action lasting from a point before the time up to that time on the 10th of this month i will have been living here for exactly two years or by next summer i will have finished my degree переведем итак мы можем использовать форму will plus глагол be present participle причастие настоящего времени то есть время future continuous когда мы говорим о будущих действиях происходящих в определенное время также для выражения планов и намерений например я пришлю свое заявление завтра или пятый пример на следующей неделе в это же время вы будете лежать на пляже а мы все еще будем работать здесь далее мы можем использовать форму will plus глагол have плюс причастие прошедшего времени past participle у нас получится future perfect и мы можем использовать его чтобы сказать что что-то будет завершено к определенному моменту в будущем мы можем использовать форму will plus глагол have been плюс present participle причастие настоящего времени у нас будет форма future perfect continuous время мы будем использовать когда мы говорим о действии которое к определенному моменту в будущем будет длиться в течение определенного отрезка времени например 10 числа этого месяца я буду жить здесь ровно два года далее will or be going to we use will for a prediction based on past experience or knowledge especially in predictive conditionals and be going to for a prediction based on what we feel or think now we can use would or was we're going to when we describe a past prediction about the future oh no i think i'm going to be sick or if you eat too much ice cream you will be sick or when i was a teenager i thought i was going to be a rock star and i would never have to work we use be going to for a decision already made and will for a decision made at that moment итак мы используем форму will для предсказаний которые основываются у нас на прошлом опыте или знании особенно в именных составных сказуемых в условных предложениях мы можем использовать форму be going to для предсказаний основных на том что мы чувствовали или что мы думаем думаем сейчас мы также можем использовать форму would и was were going to когда мы описываем наше прошлое предсказание основные на будущем например о нет думаю что меня сейчас тошнит или мы только что узнали что у ким будет ребенок девятый пример если вы съедите много мороженого вас тошнит у нас все будет это будет хорошо если тест не будет слишком сложно далее мы можем использовать форму be going to для действий для действий для принятых решений и форму will мы можем использовать для действий принятых в данный момент например ее родители сказали что они собираются оплатить за обучение и 13 пример мне нужно чтобы кто-нибудь отвез на почту далее present simple and present continuous for the future we can use the present simple for future events in a schedule or timetable we also use the present simple for future actions in clauses after subordinating conjunctions we can use the present continuous to talk about a future action we have planned or arranged for example i am seeing the doctor on friday or we are planning tomorrow or the new course starts in january итак мы можем использовать время present simple для будущих действий в расписании как я вам уже говорила ранее в части когда мы говорили про настоящее время про случай употребления present simple я уже упоминала про этот пункт о том что мы можем использовать его в настоящее время для описания будущих действий согласно плану расписанию и как правило выраженными глаголами движения мы также можем использовать время present simple для будущих действий когда мы говорим о будущих действиях запланированных например я увижусь доктором в пятницу то есть у нас уже назначена встреча мы точно знаем что мы пойдем на этом наш небольшой обзор по временам закона заканчивается и в конце видео занятия я вам подготовила определенные упражнения которые вы сможете сделать и проверить далее следующая наша тема будет существительные и артикли и так существительные бывают исчисляемые и неисчисляемые исчисляемые и существительные это такие существительные которые мы можем посчитать исчисляемые существительные могут быть в единственном числе и во множественном числе в таблице у нас представлено как образуется множественное число существительных им представлена таблица с исключениями irregular plurals у нас есть следующие примеры которые вам стоит повторить child, children, man, man, woman, women, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice, sheep, sheep и так далее также после таблицы у нас представлена информация про неисчисляемые и существительные неисчисляемые и существительные это такие существительные которые мы не можем посчитать неисчисляемые и существительные не имеют форму множественного числа к неисчисляемым как правило относятся жидкие вещества, газообразные, материалы, абстрактные существительные и другие слова такие как news, advice, information, weather, furniture, luggage, baggage, hair, accommodation, behavior, equipment, fund, research, rubbish, litter и так далее если вы вдруг подзабыли прошу вас поставить на паузу и повторить данный материал далее исчисляемые и существительные могут быть в единственном или во множественном числе то есть требуют глагол по себе как могут в единственном быть так и во множественном в отличие от неисчисляемых неисчисляемые могут быть только с глаголом в единственном числе далее countable nouns always go with a, n, the, my, etc. in the singular исчисляемые и существительные всегда будут у нас использованы с неопределенным артиклем а либо н могут использоваться с артиклем the и с удержательными снижением my в единственном числе во множественном числе они могут быть использованы самостоятельно например либо исчисляемые и существительные могут идти с такими словами как some, any, many, few то есть слова у указателей множества например I'm going to buy some carrots что мы можем сказать про неисчисляемые и существительные они у нас не будут использоваться с неопределенным артиклем a, n также мы их можем использовать самостоятельно либо с этими же словами some, any, no, much и little далее some nouns can be used as countable or uncountable with a difference in meaning стоит отметить, что некоторые существительные могут быть как исчисляемыми, так и неисчисляемыми зависит от значения, которое они передают разберем первый пример I want a glass of water and that statue is made of glass в первом случае у нас я хочу стакан воды а во втором случае у нас материал из стекла вы можете поставить на паузу и ознакомиться со следующими примерами далее compound nouns сложное существительное или составное compound nouns are nouns that are made of two or more parts that are formed as follows noun plus noun ing form adjective plus noun 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 verb 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 particle на данном слайде представлена информация о образовании сложных составных существительных вы можете поставить на паузу и вспомнить данный материал далее singular plural verb forms we use singular forms with nouns which end in ICS such as family team group crowd итак мы используем глагол в единственном числе с существительными которые заканчиваются на следующей буквы айси эс такие как атлетика экономика электроника в английском языке далее мы используем глагол в единственном числе с болезнями а также с болезнями которые заканчиваются на с месяц мы можем использовать мы используем единственное число глагол в единственном числе с существительными во множественном числе когда мы говорим про сумму денег про временной отрезок времени про расстояние и про вес также мы используем глагол в единственном числе когда мы говорим следующие используем следующие существительные семья команда группа толпа Alright family правительство когда мы имеем вuerdo недерябную группу как единое целое но мы используем глагол во множественном числе когда мы имеем в виду данный людей по отдельности группе далее Итак, мы используем глагол во множественном числе со следующими существителями люди, полиция, одежда и так далее существительные, которые у нас относятся к таким вещам, которые состоят из двух предметов тоже они у нас здесь представлены также стоит отмечать, что предметы, которые состоят из двух частей мы не можем использовать с определенным артиклем и не можем использовать числа мы говорим a pair of например, a pair of glasses и так далее если вам необходимо, вы можете поставить на паузу и ознакомиться подробнее с данным слайдом и примерами Далее, следующая наша тема The Indefinite Article Итак, мы используем определенный артикль во-первых, когда мы говорим о предмете первый раз мы используем когда мы говорим используем единственное число у нас стоит существительное в единственном числе оно является исчисляемым с такими глаголами, как когда мы говорим, что кто-то кем-то является или чем-то например, он пилот мы можем использовать артикль когда у нас конструкция идет have got have got, has got и в определенных выражениях, которые показывают как часто мы совершаем действия например, twice a month но мы должны помнить, что мы не используем неопределенный артикль в следующих случаях with uncountable nouns or plural countable nouns мы не используем с неисчисляемыми существительными и существительными, которые являются исчисляемыми но во множественном числе вместо этого мы будем использовать форму sum Далее Думаю, вы все прекрасно знаете что артикль e у нас ставится когда слово начинается на согласную и n когда начинается с гласной Также стоит отметить, что если у нас идет прилагательное после него следует существительное тогда артикль мы будем ставить e Если же у нас будет просто предлагательное it's big артикль неопределенный будет отсутствовать Далее Повторим, когда мы используем определенный артикль the The definite article The definite article the is used with countable and uncountable nouns Итак, неопределенный, наоборот, извините Определенный артикль the мы используем с исчисляемыми и неисчисляемыми существителями The is used with nouns when we are talking about something specific that is when the noun is mentioned for a second time or is already known Мы используем артикль the когда мы говорим о предмете второй раз или когда это какая-то особая вещь Далее With nouns which are unique То есть когда существительное является единственным в своем роде Солнце, луна, земля и так далее Мы будем использовать артикль the с названиями рек, океанов, морей, горных цепей, пустынь, группа островов и так далее Стоит отметить, что если мы говорим про страны и в названиях есть такие слова как state, kingdom, republic мы будем использовать артикль the Также мы будем использовать определенный артикль с музыкальными инструментами с названиями отелей, театров, организаций, музеев с национальностями, с названиями фамилии Также мы будем использовать артикль the когда мы говорим про титулы если при этом не упоминается имя Например, the queen Но если у нас будет имя мы не будем использовать артикль the У нас будет просто queen, mary Также есть ряд устойчивых выражений с которыми у нас используется артикль the Например, in the evening, in the morning, in the afternoon и так далее Со словами station, shop, cinema, pub, library, city, village мы тоже будем использовать артикль the For example, to the station Когда мы говорим про исторические периоды и события Мы будем использовать артикль the Далее, со словами only, last, first мы тоже будем использовать артикль the Предлагательными и наречиями в превосходной степени мы тоже будем использовать артикль the Если вам необходимо, вы можете поставить на паузу и ознакомиться подробнее с данным слайдом Далее Мы не используем артикль the в следующих случаях с неисчисляемыми существителями или существителями во множественном числе когда мы говорим про что-то в общем Мы не используем артикль the с именами собственными Мы не используем артикль the с странами, городами, улицами, парками, горами отдельными островами, мостами, озёрами и так далее Мы не используем артикль the с названиями видов спортов игр, дней, месяцев, цветов, языков и так далее Мы не используем артикль the с указательными местоимениями. Мы не используем артикль Z также и с притяжательными прилагателями или в притяжательном падеже. Мы не используем артикль Z, когда мы говорим о титулах и у нас есть имя. Например, Prince Charles. Далее, мы не используем артикль Z с названиями магазинов, пабов, банков, отелей, если у нас есть имя. Например, Emma's Pop. Со словами такими, как мы не используем артикль Z. Эти слова нужно запомнить. Далее, мы не используем артикль Z со словами Мы не используем артикль Z со словами Папа, мама. Семья, когда мы говорим о нашей семье, наших родителях. Наши отцы дома. Father, папа. Father is at home. Далее, мы не используем артикль Z с транспортом. By bus, by car, by train, by plane. Нет у нас артикля Z с названиями болезней. Мы тоже не используем артикль Z. Далее. Следующая тема Demonstratives Указательные местоимения. Существуют следующие виды указательных местоимений. This, that This, those Мы можем использовать This, this когда мы говорим о том, что находится рядом с нами. Также мы используем для описания настоящих и будущих ситуаций. Когда мы хотим обратиться к чему-то, о чем мы говорили. Когда мы представляем кого-то по телефону, допустим. В то время как That, those мы используем для того, для людей, для вещей, которые находятся в отдалении. Вот и все основное различие. Также стоит отметить, что указательные местоимения This, this, that, those у нас не обязательно, не всегда за ними следует существительное. Например, This is really nice. Далее Some, any, no Тоже небольшой совсем экскурс повторить, чтобы выполнить задание. Я уверена, что вы знаете, но, однако, стоит повторить. Итак, Some, any, no are used with uncountable nouns and plural countable nouns. Данные слова у нас используются, указательные данные слова, местоимения, у нас используются с неисчисляемыми существительными и существительными во множественном числе. Some и его производные. Some, someone, somebody, something, something и так далее. Any и его производные мы используем в вопросительных предложениях. Not any в отрицательных предложениях. No и его производные мы можем использовать вместо not any. Мы используем глагол в единственном числе с производными some, any, no. Every мы используем с существительными в единственном числе. Итак, основное, что нам нужно запомнить. Some мы используем в утвердительных предложениях и в предложениях, когда у нас идет вежливая просьба. Any мы используем в отрицаниях и в вопросительных предложениях. Если вам необходимо, вы можете поставить на паузу и ознакомиться с данным заданием, с данной информацией. Далее, тема Every, Each. Нам нужно отметить, что Every у нас используется с существительными в единственном числе исчисляемыми и относится к группе людей вещей, которые нам нужны. Например, каждый житель платит налоги. Each мы используем с существительными исчислями в единственном числе по отдельности. Каждый член группы, как более группы, должен подписать контракт. Каждый по отдельности. Далее, Every one, Each one can be followed by of. We normally use each when we talk about two people or things. То есть, мы обычно используем форму H, когда мы говорим о двух людях, о двух вещах. В то время, как Every мы используем, когда мы говорим о трёх и более вещах или людях. Следующая тема A lot of much many. A lot of and lots of are used with both plural, countable and uncountable nouns. They are normally used in affirmative sentences. Итак, у нас есть a lot of которые используются с существительными во множественном числе с исчисляемыми и неисчисляемыми. Они обычно используются в утвердительных предложениях. Much many у нас используются в вопросительных и отрицательных предложениях. Разница much у нас используется с неисчисляемыми, many с исчисляемыми во множественном числе. How much how many используются в вопросах и отрицаниях. How much с неисчисляемыми, how many с исчисляемыми. Есть такое понятие too many и too much. Too many мы используем с существительными исчисляемыми в умноженном числе. Too much с неисчисляемыми. При этом too many имеет значение, когда у нас чего-то слишком много. Too much тоже слишком много. Однако too much используем с неисчисляемыми. Далее тема a few, few, a little, little. A few мы используем с существительными исчисляемыми в умноженном числе. A few означает не так много, но достаточно. В то время как few означает едва-едва хватает. A little, little мы используем с неисчисляемыми существительными. A little используем, когда у нас не так много, но достаточно. A little используем, когда у нас едва-едва хватает. Если вам необходимо, вы можете поставить на паузу и ознакомиться с данным заданием. Далее. Вот и закончился наш теоретический материал. Мы переходим к практике. Прежде чем мы перейдем к упражнениям на грамматические темы, которые мы прошли сегодня, предлагаю вам прослушать аудирование. Обращайте внимание на нумерацию, которая представлена на слайдах, чтобы вы потом могли проверить по ключам в конце презентации. Итак, прежде чем я поставлю аудиозапись, прошу ознакомиться с заданием. Можете поставить на паузу. Итак, в первом номере вам необходимо закончить, заполнить таблицу. В втором номере вам нужно выбрать подходящий вариант по аудиозаписи. Итак, включаю аудиозапись. Аудиозаписи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 And join the chaos that is my lovely family So that's all Субтитры сделал DimaTorzok Далее номер 2 Субтитры сделал DimaTorzok Используйте глаголы В первом номере вам нужно отметить ингредиенты, которые использованы в рецепте Во втором номере отметить, какие предложения являются правдой, какие неправда И в третьем номере заполнить пропуски Okay, let's start listening Hello again and welcome to What's Cooking. I'm Linda Davis and today in the studio we've got one of Britain's best known and most successful chefs, Matt Greenberg. Hi there. Matt, you work in one of London's top hotel kitchens, don't you? Yeah, I'm in charge of a great team of chefs there and I run the kitchen most nights. So what kind of head chef are you then? The typical bad-tempered bully we see on TV, always shouting? Mmm, could be. Nah, I hardly ever have tantrums. Honest. I think running a kitchen does get very stressful if you're passionate about cooking and want to produce the very best. But it actually gives you a real buzz and I really enjoy the excitement. I know what you mean. Now, your background's interesting. You come from Canada originally, don't you? That's right. But you're now known for promoting traditional British cooking, which isn't very fashionable. Why is that? Well, I get very frustrated when people say that British cooking isn't very exciting. You know, I tell someone how much I love a good steak pie or a traditional fruit pudding and they say, Yeah, fine, but it's all a bit ordinary, isn't it? Well, I don't agree. I reckon simple traditional cooking using the best ingredients is never boring and always tasty. Mm-hmm. So, what are you making for us today? I'm making a really classic recipe, bread and butter pudding. Oh, great. My favorite. Yeah, always popular. And it costs next to nothing to make as well. Now, I normally use just sultanas in this, but today I'm putting some fresh orange in as well. Oh, really? That sounds good. So, you're buttering the bread now. What sort of bread is that? It's just an ordinary white loaf, sliced quite thin with a good sharp bread knife. Right, now I'm heating the milk, cream and vanilla in a pan. And while that's warming up, I'm whisking the egg yolks and castor sugar in a bowl. How much vanilla essence do you put in? I'd say about five or six drops. And now for the orange. Mmm, look at that. A nice organic beauty. These are grown in the Mediterranean and you can just see all the sunshine that goes into them. It does look good, doesn't it? And you're going to peel and chop that? No, look. I'm just grating the rind into the sultanas. Uh-huh. Okay. And now you're putting the bread into the pudding dish. That's right. In three layers with the sultanas and orange in between. Now, let's see if that milk's cool enough now. Yep, that seems about right. So, I'm mixing this into the egg yolks and now I'm pouring it over the bread. And that's it. Leave it to stand for a while. Well, how long? About 20 to 30 minutes. And then put it in the oven for about 30 to 40 minutes. And that's 180 degrees centigrade or gas mark four. It needs to be cooked until the top is brown and crispy. Like this one I made earlier. Mmm, just the way I like it. Can this be served now? You bet. Mmm. Mmm. That's divine. And people say they don't think much of British cooking. Well, never mind. They don't know what they're missing, do they? Так. Если вы вдруг не успели сделать номер, пожалуйста, поставьте на паузу, перемотайте и прослушайте аудиозапись еще раз. Далее мы переходим к упражнениям по временам. Предлагаю вам сделать следующие номера. Обратите внимание, пожалуйста, на номера, которые стоят у вас перед заданием. Номер 4, номер 5. Следовательно, далее в ответах вы должны будете смотреть. Будет подзаголовок Tenses по временам. Вы смотрите именно четвертый, какие ответы в пятом, какие ответы и так далее. Пожалуйста, обращайте внимание на нумерацию. В четвертом номере вам нужно ознакомиться с заданием, использовать данные глаголы, поставив их во время Present Simple и Present Continuous. Во втором номере вам нужно использовать данные глаголы, слова, существительные и поставить их в Present Perfect в данные предложения. Поставьте на паузу и выполните данное задание. Далее, шестой номер и седьмой. В шестом номере вам нужно использовать, есть у нас вопросы, первая колонка и вторая колонка ответы, но есть пропуски. Вам нужно заполнить пропуски, используя глаголы, которые даны перед текстом, перед вопросами. Используя при этом времена Present Perfect и Present Perfect Continuous. Седьмой номер. У нас есть представлен текстом небольшой. В нем есть ошибки. Просмотрите внимательно тексты, найдите ошибки и исправьте их. Далее, восьмой номер. Вам нужно закончить данные предложения, используя глаголы, поставив их во время Past Simple и Past Continuous. Обратите внимание, они должны быть использованы именно как набор глаголов. Miss, not get, wonder. Все вместе, в одной какой-то части. Далее, девятый номер. Вы должны закончить текст, используя глаголы, которые даны, поставив их во времена Past Perfect или Past Perfect Continuous. Будьте внимательны, читайте внимательно, переводите и постарайтесь вставить правильно. Далее, одиннадцатый номер. То же самое. Вы должны также вставить данные глаголы, используя время Present Perfect и Past Simple. Двенадцатый номер. Вам предстоит закончить диалог следующими глаголами, представленными ниже, используя время Present Perfect и Past Simple. Обратите внимание, что глагол be может быть использован дважды. Далее, тринадцатый номер. Вам предстоит вставить данные глаголы в пропуске. Четырнадцатый номер. Нужно использовать данные глаголы. Обратите внимание, что форма was в прошедшем времени используется дважды. Далее, шестнадцатый номер. Вам необходимо использовать формы will, will be, will have been. Вставить их, заполнив пропуски. Семнадцатый номер. Нужно выбрать подходящий глагол и поставить в нужную форму время, используя will, be going to и the present simple. Далее. Восемнадцатый номер. У нас представлены предложения. Предлагают найти ошибки и исправить их. И представлены ответы. Будьте внимательны. Вот четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая. Все номера и ответы есть. Номер шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Далее. Далее следующая тема. Задание по теме. Существительное и артикли. В первом номере вы вставляете артикль или слово сам. Во втором номере, вернее, в третьем номере вам нужно соединить колонки. Первую колонку со второй и поставить во множественное число. В четвертом номере вам нужно поставить данные слова во множественное число. В шестом номере вам нужно подчеркнуть правильную форму. Обратите внимание, вспомните, какие существительные требуют после себя главу в единственном числе и какие во множественном. Седьмой номер аналогичный. Выберите форму либо из, либо are. Далее. В восьмой номер вам нужно вставить пропуски неопределенным артиклем. Э, эн. Девятый номер. То же самое. Заполнить пропуски, только вариант э, эн, либо сам. В шестнадцатом номере вам нужно вставить артикль «зе», определенный артикль, там, где это необходимо. Девятнадцатый номер. Вам нужно вставить артикль «э, эн» и «зе», там, где это необходимо. Двадцатый номер. Аналогичное задание. Есть диалог. Внимательно просмотрите данное задание и сделайте у себя письменно в тетради. И представлены ответы на данный раздел. Мы видим первый, третий, четвертый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, шестнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Все номера, ключи соответствуют тем заданиям, которые были представлены ранее. Посмотрите внимательно нумерацию. Далее. Упражнения, посвященные теме указательные местоимения и слова-указательные множества, сам, any, no. Тринадцатый номер. Вставьте указательные местоимения. В семнадцатом и восемнадцатом номере вам нужно вставить слова-сам, any, no и производные. В восемнадцатом и восемнадцатом номере у вас диалог. Будьте внимательны. Далее. Упражнения на тему every each, a lot of, much, many. Тоже указатели множества. В двадцать третьем вы вставляете указатели each, либо every. В двадцать пятом вставляете many, much, a lot, of. В двадцать шестом – too much, too many. Вспомните, что у нас используется с исчисляемыми, что неисчисляемыми. Если необходимо, вернитесь в теоретический материал и повторите данную информацию. Упражнения на тему a few, few, a little, little. Двадцать восьмой номер – вставьте a few, very few, a little, very little. Двадцать девятый номер – вставьте many, few, much, little. Если необходимо, вернитесь в теоретический материал, повторите данную тему и приступите к данному заданию. И представлены ответы на данные номера. Если необходимо, можете поставить на паузу. Далее представлены ответы на listening, на аудирование. В данном случае здесь есть скрипт, текст к аудиозаписи. Также представлены ответы номер 13 в первой части и ко второй. Далее. Следующая у нас представлена. Двенадцатый номер – это у нас был задание по фразовому глаголу. Часть первая, часть вторая. И тринадцатый номер, состоящий из трех частей по аудированию. Первый, второй и третий номер. Если необходимо, поставьте на паузу и проверьте данные задания. Thanks for your attention. Спасибо за внимание. До новых встреч. Желаю всем удачи.